МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Осеннее обострение румынского унионизма, которое мы наблюдаем в последнее время в молдавской столице, вновь сделало актуальной тему столь желаемого унионистами объединения Молдовы и Румынии. В обществе не прекращаются споры о том, насколько реальна эта угроза и как ей противостоять. Попробуем разобраться. В нашей студии директор Института безопасности Валерий Асталев. Здравствуйте! В Молдове, как известно, стабильный унионистский проект существует, включая в себя сторонников воссоединения Молдовы и Румынии. В нынешнем году стало понятно, в нем планируется или уже грянули какие-то изменения. Я позволю себе и напомню зрителям о том, что в 2009 году, когда канул в лето проект христианско-демократической партии Юрия Рожки, сошел со сцены, его место занимает Михаил Гимпу с его племянником Дарин Киртуак. Хотя помню, как в 2008 году Гимпу заявил, вы видите, я буду у власти. В общем-то, мы наблюдали. Либеральная партия набрала 13% сначала, потом где-то около 16%. Потом Гимпу был даже временем исполняющим обязанности президента страны. Но вот сегодня происходит как-то опять смена фигур. Бывшие либералы объединяются вокруг экс-президента Румынии, который с предвыборным, как говорят мои коллеги, или как говорят музыканты, чёсом по Молдове собирает своих адептов. Мы наблюдаем за лицами людей, которые сидят в зале, слушают эту риторику, говорят о том, и, в общем-то, искренне сопереживают процессу разрушения собственного государства, что очень удивительно. Вот это связано с чем? С тем, что грядут, ну, будем говорить, близится год столетия, так сказать, объединения, поглощения Румынии этих территорий. Или же, может быть, здесь, знаете, как в театре. Помните, у Чехова, если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем акте оно обязательно выстрелит. Ну, тут можно продолжить, что театр и политика чуть-чуть отличаются, и ружьё может висеть не только на сцене, но и в зале, и не только одно. И если актёры начинают какую-то игру переворачивать и заниматься самодеятельностью, и начинают представлять угрозу для зрителей, то может случиться, что и зрители могут сыграть свою пьесу. Безусловно, мы фактологически можем перечислить элементы нашего поражения как общества, начиная с 89-го года примерно. Те, кто постарше, наверняка помнят то чувство непонятного, которое тогда происходило, потому что в поликультурной, мультиэтнической Молдавии какие-то непонятные люди постоянно подумали какую-то истерику о руманизации, о том, что все проблемы из-за русских, чемодан вокзала России и всё такое. Но для большинства нормальных людей это было очень странно, потому что было непонятно, о чём они, кто эти люди, куда стремятся, что хотят. Общеизвестные собрания, где люди просили молдавский язык. В Декларации независимости он почему-то был записан румынский, хотя на площади все говорили о молдавском, и это и есть видеоматериал. Об этом сегодня все стараются забывать, не упоминать, а я довольно часто наоборот стараюсь делать, потому что это чистейшая ложь и подлог. Очень много лет говорили о том, что многострадальный молдавский народ принял Декларацию независимости, в которой там что-то прописано. Сейчас мы узнаём, после стольких лет, что оказывается текст писал не многострадальный молдавский народ, а какие-то румынские люди. Сейчас мы узнаём из румынской прессы, что конкретный румын, какой-то товарищ из МИДа, ещё из какой-то службы, приезжал в Кишинёв, и писал Декларацию независимости. Вот у меня уже есть подозрения, чего это вдруг? И почему это многострадальный народ не был в состоянии написать сам себе Декларацию независимости? Нужно ли ограничаться только лишь подозрениями в этой ситуации? Потом был 92-й год, о котором тоже мало что известно за все эти года, кроме того, что кто-то обвиняет ту сторону, кто-то эту, но тоже не без румынского фактора. Никто не проводит никакого расследования, считаю его необходимым проводить. Потом мы избавились от своей истории. Мы преподаём нашим детям исключительно историю румын. И так как мы, так сказать, взрослое поколение, давайте признаемся в таком важном деле. Мы же с вами не читаем эти учебники. Мы с вами не учимся и даже понятия не имеем, что там преподают детям. Ведь так. Те, кто находятся в этой студии, я сомневаюсь, что кто-то знает, что там в этих учебниках. Изредка я слышу о том абсурде, который там пишут. Но кто-то же пишет эти учебники. Но при нашем всеобщем попустительстве исчезло понятие молдавского языка из школы, из университета. Наши улицы переименовали неизвестно кто и неизвестно во что. В большинстве случаев это по всей стране. Переименовали в что-то, не имеющего общего ничего с нами. Ну, половину наших улиц, я, во-первых, я не запоминаю. Я продолжаю их называть на советский манер. Я даже запомнил, я не знаю, кто это. Какое мы имеем к этому отношение. И мы дошли, я так поэтапно, к двойному гражданству. После этого оказалось, что большинство наших руководителей, это и румынские граждане. А это очень важный момент, потому что они не перестают быть румынскими гражданами. В должности. И у меня нет никакого доверия, что им не ставят какие-то задачи, что ими не руководят. И вот мы с вами поэтапно дошли до ситуации, когда в основных государственных структурах нами руководят румынские граждане. В Брюсселе тексты Евросоюза пишут румыны. Резолюции, документы по Молдавии пишут румыны. В министерствах у нас румынские советники. Пресса у нас финансируется в очень огромном, большом объеме, масштабе из Румынии. Ну и сейчас румынские граждане в Молдавском парламенте говорят о том, что давайте мы, хоть в Конституции так и записано, а мы не мытьем так катанием, хоть через дверь, хоть через крышу, но мы все равно поменяем как нужно. Я специально, повторяюсь, я вот так вот систематически это все подвел, потому что нам нужно уже после стольких лет осознать, что против нас ведется все эти звенья не случайные, не так получилось, а все очень грамотно расставлено сознанием дела. Вы знаете, сколько у нас румынских консульств в Молдавии? Ну, могу только предположить, около трех. Пять. У нас только в Ясах. То есть, а чем они занимаются, интересно, если молодые? Что они там делают? Хиткие румынские граждане, что они их защищают на этих там селах, которых никого нет. Это еще один вопрос, такой открытый. Я могу на него ответить, чем они занимаются, если кто еще не понял. Очень активная деятельность румынских дипломатов с нашими посольствами за рубежом. То, чего тоже не видно. Постоянные контакты. Активное участие румынских консулов в связях с молдавской диаспорой. Они там представляют, дают им деньги и так далее. Вот это все, что я называю. Это просто так с неба? Это просто индивидуально? Это четкий, ясный, продуманный план. Румыны прекрасно понимают, что ни в каком 2018 году никакого объединения не будет. Они прекрасно знают, что сейчас реально 70-80% населения говорят, что они молдаване, что мы говорим на молдавском языке, и ни о каком объединении, ни в следующем году, ни через два речи быть не может. Но, но, такими поступательными движениями и выталкиванием понемногу тихой сапой отовсюду, и продвижением своей идеологии и пропаганды, они понимают, что через 10-15 лет, если не будет сопротивления, то на самом деле в какой-то момент наступит объективная ситуация, когда, ну а что тут уже притворяться? Здесь все везде румынское. И вот это, я называю ее ошибкой, то, что сейчас произошло с этой инициативой, это большая ошибка в румынских планах. Потому что они, во-первых, сами не поняли, что они сделали на этот раз. Я думаю, что они перешагнули через определенную красную линию, вызвав ярость у большинства людей. Я думаю, что это изменение в Конституции не будет проголосовано. Они не наберут необходимое количество депутатов для этого голоса. Отдельной строкой я не могу не отметить с большим презрением. А кто эти люди, которые на этот раз выдвинулись с этой инициативой? Либерал-демократы и либералы. Вот вы в начале передачи несколько слов о них сказали, так я добавлю. Руководитель либерал-демократической партии, бывший, сидит в тюрьме по очень серьезному обвинению. Когда спрашивали членов его партии, заместителей, а вы, ребята, эту вашу партию случайно из ворованных денег финансировали? Ответ какой? Они говорят, что не знают. А вот у меня есть предположение, что, наверное, да. А вы вообще в каком качестве, сколько процентов сегодня этих либерал-демократов поддерживают в стране? Можно посмотреть на рейтинги. Ноль? Тогда вы в каком качестве даете себе, позволяете говорить от лица всей страны, менять конституцию, выходить с какими-то историческими такими заявлениями? Их коллеги из либеральной партии, но в этой студии уже столько говорили, и всем все так известно, что нет смысла сейчас терять время. То есть, получается, две полностью дискредитированные партии, какие-то никчемные личности, которых никто не знает, эти фамилии никто не знает. А чем они нам запомнились за это время? Какими инициативами, какими вещами, чтобы мы могли сказать, что это депутат или это человек, какой-то моральный авторитет и лидер? Какие-то приспособленцы, портунисты и провокаторы. Ну вот они под занавес своего мандата, чтобы как-то запомниться, решили выйти вот с очередной этой ахинеей, прекрасно зная цифры, о которых мы с вами говорили. Сегодня утром тоже была пресс-конференция, рядом со мной был господин Пулбери, который очень грамотно, на мой взгляд, объяснил ситуацию даже с Конституционным судом. Он сказал, что так как пять из этих судей являются румынскими гражданами, они не имели морального права это в принципе рассматривать. Депутаты имели право делать этот запрос, это так. Но Конституционный суд в таком варианте, будучи гражданами другого государства, а тут налицо конфликт интересов, они должны были сказать, что этот вопрос по морально-этическим соображениям мы рассматривать не можем. Поэтому лучше всего перейти, раз он так важен сегодня для Молдавии, организуйте референдум, на мой взгляд, очень честно и элегантно. Высшая форма демократии. Абсолютно, и я также искренне подчеркиваю, что если в условиях честного, настоящего референдума, который мы бы все видели, большинство бы признало, что говорить на румынском, я отнесся бы с максимальным уважением к этому и не мог бы это отрицать. Так они не только не хотят, потому что боятся, потому что боятся, не знают результат. Так недавно, пару дней назад, чтобы еще раз доказать всю свою сущность, они говорят, о, а давайте мы будем голосовать секретно. Может быть, хоть так это пройдет. То есть вы, ребята, собираетесь решать проблемы такого масштаба в парламенте, знаете, что у вас даже там нет никаких шансов, не говоря про референдум, и предлагаете еще более подлый вариант, чтобы, давайте, чтобы никто не узнал. Так у вас все так, вот все у вас так, поэтому и результаты в стране такие, в вашем управлении. Потому что и либералы, и либералы, и демократы, единственное, чем могут похвалиться, это полная разруха. Из всего того, о чем они занимаются. Буквально накануне в этой же студии прозвучало утверждение, что нельзя доверять решению этого вопроса именно референдуму, народному волеизъявлению, для того, чтобы уже определиться, на каком языке говорит титульная нация. Но я понимаю, что, я даже уверен, что это утверждение воспринимается с большой критикой. Потому что, в принципе, навязать, ну, даже если спросить людей, на каком языке они говорят, конечно же, большинство будет говорить, что мы говорим на молдавском. Другой вопрос, как на этот вопрос отвечает молодое поколение. Ведь, смотрите, не зря затронули роль Министерства просвещения. Если вот вспомнить, ну, опять же, недалекое прошлое, в 2013 году, когда Министерство возглавило Майя Санду, тогда начались такие уже более открытые акции продвижения унионистских идей в учебных заведениях. И при этом, не то чтобы при молчаливом согласии, а, мне кажется, поощрялось. Уже потом ее, когда сменила Майя Санду уже Карина Фусу, понятно, представитель либеральной партии, здесь, мне кажется, вот идея унионизма просто расцвела таким пышным цветом. И буквально недавно, например, такие вот, как ора унири, так называемые уроки, когда детям преподается, ну, знаете, даже не найду слов, как охарактеризовать вообще все это деяние, действие, разрушение на таком тонком психологическом уровне идентичности тебя как человека. И я даже не уверен, что люди, которые несут эти знания, как им кажется, значит, нашим детям, они даже понимают, что они делают. Кого они растят в лице этих детей? Извиняюсь, кто сказал в этой студии, что такие вопросы не решаются на референдаре? Депутат от ЛДПМ. Кто такой? Кто его знает? Чем он нам запомнился? Я фамилию даже не спрашиваю. Любого. Любого депутата ЛДПМ. Что он берется за весь народ, утверждать. Такие вопросы не решаются на референдаре. Кто ты такой? Избранник народа, который случайно попал по спискам, и неважно, какая у него фамилия, заранее известно, что никто о нем ничего не знает, и они берут на себя смелость, значит, такие вопросы можно от лица народа, а такие нельзя. Уже уровень космической глупости. Второе. Один из их излюбленных аргументов очень много лет. Так решила Академия наук. Они говорят. Вот здесь вообще роль научной интеллигенции, мне кажется, настолько непатриотична, мягко говоря, если не говорить о подлости. Да бог с ними. Какая такая Академия наук решила? Какая именно? Наша молдавская? А кто именно поименно это решил? Сколько их? Было собрание 25 филологов? Со всего мира? Или только молдавский? Было какое-то серьезное исследование? Было бы нам, которое могут доказать? Или собрались три румынских гражданина вечером под 150 грамм, как у них там в половине кабинетов, в пожилом возрасте, потому что больше ничего не умеют и не знают большинство из них. И решили, что язык румынский, потому что получили какой-то грант, или кто-то получил недвижимость в Румынии. Искать кто? Руководство там получили, значит. А нам рассказывают, что это так, просто случайно получилось и купили за бесценок. Я мало верю, что в Румынии кто-то за бесценок, особенно в том районе, где руководство Академии наук имеет недвижимость. И просто так получили. Так вот, ребята, цена ваших решений. Я совершенно не верю. Я просто объективно не верю. А даже если бы вы постановили, что-то там показали, никакого секрета из того, что это политический вопрос, нет. Это на самом деле, в том числе, помимо отсутствия реальной филологической работы, потому что филологическая работа это не так, что хи-хи-ха-ха, посмеялись, кто первый, кто второй. Все, мы сказали, вы дураки. Так нет. Настоящие филологические работы проводятся годами. Я бы хотел увидеть авторитеты в этой области. Но никто никогда не занимался. Но реально никто. И не только, повторюсь, не интересует мнение троих-четырех здесь из этой Академии наук настолько проевропейской, что их решили сократить. Настолько они серьезные, настолько они авторитетные, что сама же власть сказала, да, такие нам не нужны. Так какому вашему решению я могу верить, если даже те, кто вас поддерживает, взяли вас и ликвидируют? Не было, во-первых, никакого серьезного авторитетного решения на эту тему. Первое. Второе. Пусть теоретически оно и было. Допустим. Привожу часто этот пример. Есть сербский язык, есть хорватский язык. Почти один и тот же. Со своей разницей примерно, как и молдавский и румынский. Есть реальные вещи, которые мы здесь употребляем. Слова, терминология, определенные сленги, как пишем, как выражаемся. Я не вижу смысла подстраиваться под то, что им выгодно, потому что мы здесь так говорим сотнями лет. Есть сербский язык, есть хорватский. Все признают практическую схожесть, но называют по-разному. В конституциях этих государств написано по-разному. Вот одна Хорватия уже член Евросоюза, сербы туда стремятся. Ну и что? Где тут уважение друг к другу присутствует? Все нормально? А почему же в случае с Молдавией такое не так не получается? Но одновременно же с этим, с молдавским языком, из выталкивания него речь идет о другом. Параллельно ведь с молдавским языком выталкивается отовсюду русский. И это так. Пусть скажут, пусть дальше притворяются. Попробуйте в суд обратиться. Вон недавно я видел слушание. У некоторых судей там слюни текут аж из ушей. Когда речь идет о том, чтобы люди могли обращаться в суд на русском языке и получали назад такие же ответы. В чем дело? Что за замашки? Чуть не назвал их крепким словом. Почему это в Молдавии нельзя? Если есть закон 89-го года о функционировании языков. Если есть конституция, где четко прописан этот статус. Что же вы втихаря опять из-под тишка, подло, мерзко, вот так вот именно выталкивают. Тут что-то не дают. Тут я недавно был по делам в одном суде, скажем, не в Кишиневе. И на большом табло от нечего делать. Читаю одно из предложений. Что по возможности отвечать адресату на языке, к которому он обратился. Что значит по возможности? Это как? Как это интерпретировать? То есть можете не отвечать. Кто-то же это записал. Вот какой-то профессионал, в кавычках же, взялся это и прописал. Хотя точно понимал, к чему это приведет. И вот этот деструктивизм, он во всем. Речь здесь идет, это возмущение и конфликт. Он идет не просто из-за отношения, отсутствия уважения к молдавскому языку. И к народу, и к большинству людей, которые здесь живет. Со стороны румынского меньшинства. Они в меньшинстве, они это знают. А о том, что вместе с молдавским языком нужно вытеснять и русские, и другие. Их идея здесь должна быть одна общая идея. Здесь румыния, румынский язык и румына. Больше ничего не принимаем. Ну как не возмущаться? Вот почему так сложилось? Смотрите, хорваты, сербы, они поняли, что не просто название языка, а и сам язык является одним из государствообразующих элементов. А в нашей ситуации власть, придержащая люди, принимающие решения государственного значения, вдруг согласились, что это не главное. Что давайте переименуем. Вот сегодня он будет у нас молдавский, завтра он будет румынский, и послезавтра давайте назовем его романский. То есть вот здесь это, не знаю, целенаправленная уже соглашательская позиция с тем, что размывая вот этот государствообразующий элемент, они уже идут, косвенно согласившись, в будущем сделать и следующий шаг. Трагедия молдавского народа и тех, кто здесь живет, и тот политический штраф, который мы оплачиваем за наше поведение в конце 80-х. Вначале уехали евреи, почти что все. Потом выгоняли русских. Чемодан, вокзал, Россия, вся эта истерика и так далее. Я только себе такое замечание сделал, когда специалистов заставляли уезжать, ведь никто не вспоминал, что в свое время в такие регионы, как Молдова, юг Украины, республики Прибалтики отправляли выпускников лучших советских университетов с красными дипломами. Наверное, я это и хотел сказать. Так кого выгоняли? Людей, которые развивали эту страну. И результаты мы помним еще. Сейчас почти что все разрушили. Они крадут 20 лет то, что делали те люди. А кто выгонял? Те, кто занял их место. И результаты тех, кто занял их место, мы видим вокруг. То есть, какие-то недотепы, какие-то недоразвитые люди, которые только на основе того, кто науворбеш лимба румына. Значит, поэтому я здесь буду рулить, а ты человек с красными дипломами, который развивал, который знает и так далее. В Молдавии же была... Тоже нужно осознавать роль этой страны в системе Советского Союза. Это была западная граница. Юго-Восток, Румыния. Значит, здесь было больше трех тысяч заводов, в том числе военно-промышленный комплекс. Кто руководил? Представляете, уровень людей, которые руководили секретными заводами. Обслуживали это. 14-я армия здесь была. В центре города это здание высоченное, где сегодня Министерство сельского хозяйства, если можно его так назвать. Только здание так назвали, а деятельности никакой. Это же была ставка офицеров Варшавского договора. Здесь была элита, интеллектуалы. И кого в то время изгоняли люди, как гимбу. Лучших людей повыгоняли. И встали на место такие, понятно кто. А за это же надо заплатить. Те, кто кричали чемодан в вокзал России, что сделали ровно через 15 лет? Взяли чемоданы сами и вот заполняют. И поехали в Россию. Только занимаются там не тем, чем занимались русские здесь. Далеко не такой благородной работы. И вот этот политический штраф, как я его называю, ну конечно его надо оплачивать. Глупость всегда дорого стоит. Я не уверен, что наше общество еще до конца осознало, во-первых, я это называю прямым текстом, те преступления, которые мы совершали против тех людей, которые здесь жили. Здесь жили люди 20-30 лет. Они здесь родились. На основании чего их выгоняли? С работы, с места жительства. Что случилось в 92-м году? Кто несет ответственность за это? Фамилия, имя. Никто никогда не понес. А так как общество не требует ответа на эти вопросы, значит это будет продолжаться. И это продолжается. И таким образом люди на разных, в разных местах чувствуют невозможность себя реализовать. Невозможность научить твоему, твоего ребенка, значит быть гражданином своей страны. Чтобы ему преподавали не из-под тишка, как вы сегодня правильно заметили. Значит ты отдаешь ребенка в школу, на этих уроках его обучают, как быть гражданином другой страны. Что здесь нет никакой перспективы. Приходят какие-то неизвестные дети, финансируемые из Румынии, и рассказывают опять, повторюсь, опять из-под тишка. Это же никому неизвестно. Это же никто. Когда их... В вашей студии, кстати, если не ошибаюсь. Да-да-да, недавно я смотрел передачу с Дмитрием Ройбу. Значит, он схватил в переносном смысле за ухо своего визави и спрашивает, а что? Или это Маргарета Радукан спросила, я уже не помню. А что это за уроки у вас там? Как он вилял здесь хвостом? Мы просто, мы что-то там. Мин просто разрешил, а почему нет? Да-да, то есть, ребята, это серьезная вещь, что в лицеях появляются неизвестные люди, которые неизвестно, чем занимаются с нашими детьми. А кто это проверяет? Вот была эта информация в вашей передаче, она появилась. Ну что, хотя бы какая-то структура тут же занялась этим делом? Что? В секунду? Что там? Какие дети? Кому? Чему вы там обучаете? А чем отличается... То есть, такое бесконтрольное. Чем отличается от идеологии любого другого направления? Я не хочу сравнивать. Без обид. Если у нас там проходной двор, Почему нельзя научить, например, детей основам терроризма? Ну а почему нет, если там проходной двор? Кто помешает? Да, кто помешает? Как это функционирует? И другим вещам. То есть, априори, типа нет-нет. Кто-то сказал, нет-нет. Вот нет-нет, а вот что случается. И вот именно вот этот подход меня всегда смущал. Я приведу маленький пример. Когда я работал в Министерстве иностранных дел, Ну, очень жесткий тогда был у нас государственный подход. Очень жесткий. Попробую тогда только приблизительно, что мы только слышали о другом паспорте. Никаких шансов бы там работать никогда бы в жизни не было. Но мы знали, я лично знал, ну, было там человек два или три, кто проявлял симпатию к этой идее унионизма и так далее. Мы их спокойненько продвигали. Я искренне считал, что и эти люди имеют быть правом, так сказать, государственного аппарата, если они работают в интересах государства. И когда они поменялись местами, они уже так не считают. Они считают, что всех нужно убирать, и все должно быть только одного цвета. Это другой разговор. Я другое хотел сказать. Они всегда скрывали свои искренние намерения. Вот никогда я от этих людей не вижу, чтобы они честно вышли и сказали, ребята, мы собираемся, вот не уважаем вашу конституцию, не верим в это государство, мы будем целенаправленно работать, чтобы здесь было другое государство. Так нет. Когда надо, они говорят, что они за Молдавию, чтобы протиснуться. Румынский сенатор Панциру, он сенатор бывший, но он же клялся в верности Румынии, а потом берет и клянется в верности в конституции, при этом он утверждает, что он унионист. В какой момент тебе верить? Ты унионист? Хорошо, значит, ты не веришь в будущее этого государства. Правильно, это логично. Что ты делаешь в конституционном суде? Как ты целуешь молдавское знамя, стоишь там на коленях, имитируешь, и почему ты клянешься развивать молдавское государство, если одновременно ты в это не веришь? Ну что это за театр абсурда? И какие вы люди? Почему вы такого низкого пошиба? Почему ни одной из ваших идей, в нее нельзя верить? В какой момент вы? Почему вы всегда подрываетесь, из-под тяжка, у вас все не честно, не по-спортивному, не по-настоящему. Вот в чем, скажем, моя главная претензия к ним. Но вскройтесь, покажите себя, скажите, что я такой. Нет, он сидит в молдавском парламенте, получает наши с вами деньги, пишет нам с вами законы, говорит, что в интересах Молдавии, а в это же время говорит, да нет никакого будущего, конечно, я буду работать. Устраивается послом, посол нашей страны, в такой-то стране, например, там на приеме говорит, ну я представляю Молдавию, такого государства нет и не должно быть. Что ты здесь делаешь тогда? Вот теперь моя главная претензия, но мы же это с вами допустили. Вот так после 26 лет, это же все факты, которые существуют. И люди, которые живут на этих улицах с неизвестными названиями, никто же не собирается сказать, ну я не буду жить на такой улице. Это оскорбляет мое чувство. Взяли и собрали, сколько там, 50 человек, пошли в мэрию, встали и сказали, пока не измените название на что-то человеческое, мы там жить не будем, будем протестовать и так далее. Если есть чувство сознания. Но мы с вами понимаем, что это не так. Мы с вами знаем реалии, что всем по барабану, в большинстве случаев, пока там на его дом не начнет какой-то очередной новострой там нависать, пока не устроит им, значит, прямо в окно не влезут румынские новоиспеченные дизайны, ну вы понимаете, что я имею в виду, эти все незаконные постройки и так далее, которыми руководит и выдает лицензии также румынский гражданин, который нас обучает, как вступать в Европу. Они все продают, этот город Кишинев, 25 лет, все клянут, значит, советское время, но никак все не распродадут. Я смотрю, они за деревья взяли, сегодня слышал, уничтожили опять эти елки уже рядом с органным залом. Сколько лет росли, кому они мешали? Сами ничего не строят, сами ничего не садят. Ну вот смотрите, сформировался еще такой устойчивый, ну не знаю, штамп что ли. Вот если ты патриот, то обязательно должен быть, ну знаете, румын, а если ты молдаванин, то знак равенства пророссийский человек. Агент ФСБ? Да, агент. Вот поломать удастся, или это в принципе сегодня, наверное, одна из таких же тоже, таких крючочков, технологий затягивания в пространство румынского. Конечно, это очень, тоже такой хитрый ход, но он получается из-за слабости молдаван, по большому счету. Потому что, я хочу посмотреть, кто в моем присутствии будет говорить эту чушь, именно в присутствии. Так, когда кого-то нет, или издалека, они могут это говорить. А когда, вот где бы мы ни находились, я про нас всех говорю, когда кто-то начинает нести эту чушь. У меня, кстати, на днях будет, я должен там поинтересоваться. Есть какой-то, значит, у нас историк, господин Шевченко. Вот он у себя в Фейсбуке как-то написал, что я проплаченный агент, уже не помню, то ли ФСБ, то ли Российская Федерация, что-то такое. Вот мы с ним встретимся в суде через пару дней, и он там представит доказательства. Во-первых, что я проплаченный, то есть он должен показать, сколько я там получаю от спецслужб России, а вот еще доказать, что я агент. А так посмотрим, если он это не сможет доказать, то я попросил, чтобы он перечислил 10 тысяч людей в адрес психиатрической больницы, где ему там место. И для того, чтобы были условия соответствующие, я думаю, что нужно повышать это полный. обеспечите человеку лечение. Да, да, я думаю, что оно так и будет в итоге. Так вот, если бы мы не позволяли бы себе, чтобы в наш адрес нас оскорбляли, нам говорили эти вещи, вы очень тонко подметили. Кстати, меня смущает, что очень мало об этом говорят. Значит, патриотизм и государство у нас, если только ты румын, изучаешь историю румын. При этом они говорят о том, понимая, что Приднестровье это конец любому унионизму, они говорят, что с Приднестровьем да, давайте отрывать его. Они же не смущают. Басеску приезжает сюда и говорит, надо избавляться от Приднестровья. Румынские политики приезжают сюда и говорят, надо избавляться от Приднестровья. Румынские журналисты об этом говорят. Это не призыв к сепаратизму. Это ли не призыв к сепаратизму? При этом они упрекают в сепаратизме тех, кто является патриотами своего государства. Если ты говоришь о том, что у нас традиционные, ты говоришь объективные вещи, у нас традиционные связи с Россией, культурные, исторические, которые даже близко нельзя сравнить по уровню наших связей с Румынией. Ну, близко даже не стоит. 200 лет мы с Россией, в составе Российской империи, в составе СССР. После этого, значит, последние 25 лет уже, как с независимым государством, куда вы собираетесь деть эти культурные связи? 22 года мы были под румынами, что они здесь устраивали с 18 по 40 год. Эти 22 года превалируют на всеми остальными 200 лет. И очень грамотно, значит, если ты называешь себя молдаванином, говоришь на молдавском языке, значит, ты статалист, как они утверждают. Значит, ты за молдавское государство. И чуть ли даже не агент. Значит, дальше автоматом, как они утверждают, это все искусственные создания Сталина, дальше их линии. Сталин вообще здесь появился хоть как-то в 40-м году, после 28 июня, когда, напомню, предложил румынскому королевству, значит, если хотите, поборитесь. Если нет, верните, потому что вы отобрали. Как поступила Румыния? Быстренько. Ретировались. Крытый лукру Кучинсти. За два дня смотались. Что же вы не воевали за свою территорию? Вы вернулись через год и убили 300 тысяч людей. Это исторический факт. Кто не верит, может посмотреть в музей в Берлине большими буквами, сколько людей здесь было уничтожено и кем. Это чтобы не говорили, что это рукам Москвы или опять исторические данные из московского архива ФСБ. Дальше идем. Почему из всего того, что мы сейчас с вами обсуждаем, почему нельзя быть гражданином своей страны, изучать свою историю, называть себя как есть и автоматически не быть дураком, мол, дубол, как они нас обзывают. Кто это все придумал? Это с неба или это целенаправленно, везде? Я каждый день, каждый божий день у меня на странице в Фейсбуке появляются неизвестные личности, но хоть слово оскорбительное в адрес Молдавии они должны там сказать. Но что интересно, я почему это затронул? Я их, естественно, мгновенно блокирую, но их сотни, и я перед этим всегда анализировал, это же надо сделать профиль, естественно, без фотографий, там хоть один, два друга и так далее. Но смотрите, чем они занимаются, для них важно хоть где-то плюнуть в кого-то. Но это же сотни людей на самом деле, и они не перестают появляться и появляться. Кто эти люди, чем они занимаются, откуда они берутся, кто им платит за это? Ведется реальная идеологическая борьба с Молдавией, которая не умеет себя защищать, и это так. Вопросов достаточно еще много, но я, наверное, ограничусь одним из последних вопросов. А роль службы информации и безопасности, которая должна стоять на страже интересов страны, на страже интересов страны, которые так вот сегодня методично разрушаются идеи унионизма. Вот роль этой организации, даже пусть не СИС, но просто давайте подумаем, должен же кто-то стоять, быть сербером в этой ситуации, чтобы быть по долгу, по призванию патриотом и защитником, граждан этой страны, которые платят налоги, которые помогают жить, опять же, этим офицерам. Вот эта роль где? Вы знаете, насколько я категорически выражаюсь, как правило, и настолько жестко, и я не стесняюсь выражения, редко кого хвалю. Вы знаете, я очень высоко ценю большинство людей, я, конечно, мало кого знаю, но по роду своей службы в МИДе я ознакомился с результатами работы этой структуры. Могу понять, что не так уж и сильно, прям радикально там что-то поменялось в худшую сторону. Я хочу для наших телезрителей, чтобы было понятно. Еще раз повторюсь, я очень высоко ценю людей и эту структуру, которая у нас есть. Но мы не видим ее работу и не можем видеть, потому что их функции – это добывание оперативной информации, желательно упреждающей, и докладывать ее тем, кто принимает решения. То есть эта служба не принимает решения, эта служба не занимается активными мероприятиями, скажем, они никого не крадут, они никого не убивают, они не делают какие-то вещи, которые, как вы сегодня спросили, которые могли бы что-то либо остановить. Их работа заключается в том, чтобы специальными методами получать важную информацию секретного характера, как правило. Быть в курсе, быть в курсе заранее. Я думаю, что они все знают, все, что необходимо. Другое дело, а что они с этой информацией делают? Пусть наши телезрители вдумаются, кому они ее несут? А не получается, что они несут румынским же гражданам, которыми нам руководят, о которых мы с вами избираем? Ну, мы с вами это точно не избираем. Но для общества должно быть понятно, что у получателей такой, у такой информации должен быть получатель. И пока мы не будем выбирать и иметь в руководстве страны сильных, настоящих патриотов, государственников, которым будет попадать эта информация, которую они будут реализовывать, вот до тех пор могут и возникать такие справедливые вопросы, как у вас. Но я на данный момент могу сказать, что все еще, я считаю, что эта структура, она соответствует нашим государственным интересам. Там есть на самом деле патриоты, там есть сильные офицеры, и которые работают исключительно на благо нашего государства. Ну, тогда под занавес еще такой вопрос. Вот существует устойчивый миф, что у НИРа это единственный путь евроинтеграции в Республике Молдова. Это такая же чушь, примерно, как и то, что если ты молдаванин, то ты искусственная нация, агент ФСБ. Европейская интеграция, как понятие, это применение европейских стандартов у тебя в стране. Фулл стоп! И защита своих интересов, защита своих интересов на политическом, на экономическом уровне. Что не существует конкуренции в самом Евросоюзе между собой. Что французские товары не конкурируют с немецкими, что ли? Или во всех отношениях не существует индустриального шпионажа между ними. Они не борются между собой, что ли? То есть никто не отменяет и конкуренцию, и определенные конфликты. Но при этом они все евроинтегрированы. Европейская интеграция, это стандарты, которые должны быть здесь у нас. Мы выбираем, если мы выбираем, и мы в состоянии определенного рода стандарты, качества, законодательства, во всех отношениях. Так эта работа должна проводиться здесь. Причем здесь Румыния? Вот причем в этой логической системе? Они что за нас придут и что будут делать? Вот сегодня заявил один румын, что пора думать о том, чтобы дешевую рабочую силу привозить в Румынию. И там никого не осталось. Это что ли европейская интеграция? У них с начала 90-х был лозунг «Наши мозги, ваши рабочие руки». Так они видели. Так вот сейчас они об этом говорят в открытую. Так а где здесь европейская интеграция? Видите, они за каких идиотов нас считают, когда они нам рассказывают эту чушь? Потому что или он не знает Басецкую и все остальные, которые это говорят, или он не знает, что такое европейская интеграция. И тогда лучше молчать. Или он знает, но считает нас за дураков. Нет никакого отношения между вообще внешней политикой. Внешняя политика – это контакты. Это определенные внешние связи. А европейская интеграция – это внутренний процесс. Стройте дороги. Повышайте качество здравоохранения. Девочка эта умерла вчера. В трех местах она была в больницах. Ее не принимали. Это европейская интеграция. И что, румыны приедут, что делать здесь? Или датчане, или шведы, и так далее. Причем здесь унирия? Или то, что они расскажут, что будут пенсии. Какие пенсии? Посмотрите, какие пенсии у них. Вы просто сравниваете, что у них там на 100 евро больше. Цена там другая. Но откуда у них есть лишние деньги, которые они вдруг начнут поднимать здесь зарплаты? Из каких таких фондов? Уже я оставляю за скобками сегодняшней передачи, не развивая эту тему, что у меня есть подозрение, что та помощь, которую Румыния нам оказывает, она далеко не румынская. Я подозреваю, что она американская на самом деле, румынскими руками. Но это отдельная передача, как-нибудь поговорим. С удовольствием продолжим этот разговор, потому что, в принципе, это, наверное, одна из тех тем, которые продиктованы еще и обращением к нам, многочисленных обращений к нам, наших телезрителей. Поднимите эту тему, поговорите, дайте возможность услышать, что в реалии происходит. И чтобы к этому мнению прислушались те молодые зрители, те молодые люди, которые сегодня начинают свою жизнь. И начинают, как помните, по Маяковскому, с кого жизнь писать. И вот здесь как раз и есть много ответов во всем этом. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был директор Института безопасности Валерий Асталеб. Следите за эфирами, мы работаем для вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»